Население города этим летом увеличилось в несколько раз. С высоким сезоном врачи связывают и наплыв пациентов. Что мешает отдыху, выяснял глава Сочи. На Виноградной начался снос незаконно построенного дома. В судах еще полторы сотни аналогичных дел. В Сочи приступили к выдаче открепительных удостоверений. Получить их можно в течение 35 дней. Большую казачью историю представили на Пурорте. Кубанский казачий хор открыл свой юбилейный гастрольный тур. Ставки растут. Заброшенные фермы придется платить больше. Губернатор Вениамин Кондратьев предложил поднять налоговую ставку на сельхоземли и фермы на них, которые используются не по назначению. В Тимошевском районе глава региона провел заседание аграрного совета. Какие вопросы обсуждались и на что надо сделать упор в отрасли АПК, расскажут наши краснодарские коллеги. Вторая жизнь первого в Тимошевске сахарного завода. Сейчас здесь во все идут последние приготовления. Заканчивают ремонт и монтируют новое оборудование. Через несколько дней на предприятии запустят в производство первую партию сахарной свеклы. Завод, которому больше полувека, последние три года стоял без дела. На сегодня мы вложили в реконструкцию завода модернизацию оборудования в улучшение технологического процесса более 500 миллионов рублей. Мы будем перерабатывать более 5000 тонн свеклы в сутки. Планируем в течение трех лет увеличить мощность завода до 8 тысяч тонн. Масштабные реконструкции оценивает Вениамин Кондратьев. В главе региона проводят экскурсию по обновленным цехам и показывают новую автоматизированную систему. Именно здесь проходит то самое превращение свеклы в сахарный песок. Это оборудование будет жить долго, оно будет делать экономику в вашем предприятии. Она высокоэффективная и затраты на него эксплуатационные ниши. Это экономия газа, экономия камня, экономия угля и экономия рабочей силы. Но давайте на рабочей силы экономить не будем. Современные технологии применяют не только на крупных предприятиях, но и в фермерских хозяйствах. От этого и урожай высокий, говорит Сергей Черных губернатору. В этом году он лидер колоссовых и зернобобовых культур удалось собрать 72 центни раз гектара. Легче стало работать на земле. Я считаю, что на сегодняшний день все фермеры в крае окрепли, достаточно окрепли, набрались опыта. Вы все равно должны подойти к вопросу объединения. Понятно, на каких условиях стать еще сильнее, еще мощнее. Никто не говорит про прототип колхоза, но современного кооператива, где вы сможете максимально сильнее отстаивать свои права, наступать на рынки сбыта. На каких условиях объединиться, это вы будете решать. Но я уверен, что все равно вы будете объединяться и все равно будете решать. Жизнь вас заставит. Но весь мир идет по этому пути. Почетный статус лидера в этом году носит и весь регион. Общими усилиями небольших фермеров и крупных аграриев в этом году удалось побить очередной рекорд. С полей убрано больше 10 миллионов тонн зерна, подводят промежуточные итоги на Краевом аграрном совете. Кубань выполнила поставленную задачу. Теперь важно не сбавлять оборотов по всем позициям, настраивает агрария Фениамин Кондратьев. То, на что наша страна возлагала все надежды на Кубань, на гарант продовольственной безопасности России, и, конечно, мы доказали, что мы на самом деле гарант продовольственной безопасности. Потому что свою задачу, продовольственную задачу по зерну мы выполнили, даже перевыполнили. Рекордный урожай пшеницы. С выше 10 миллионов тонн зерна мы получили. Аграрный совет в Крае существует около года. Срок небольшой, но уже сегодня можно говорить о первых результатах. Вот лишь некоторые цифры. На 5% выросло производство сельхозпродукции. Бюджет региона аграрии пополнили на 10 миллиардов рублей. Заработали практически все сахарные заводы. Увеличился урожай зерна и овощей. Впрочем, достижения могли быть и больше. Все так же сложной остается ситуация с животноводством. А это одно из важнейших звеньев цепи сельхозпроизводства, акцентирует внимание глава региона. Сельское хозяйство, я уже не раз говорил, это такой замутый цикл. То есть все должно быть понемножку в этом цикле. В том числе и крупнорогатый скот. А если мы из цикла вытаскиваем одно звено, то, по вашему счету, рано или поздно мы в целом весь цикл остановим. Потому что земля, на которой мы едем, вы прекрасно понимаете, максимум 30-50 лет ей еще. Если мы сегодня на этих гербицидах, на этой химии, по большому счету, будем собирать такие урожаи. Нам сегодня нужна органика. Органику нам сегодня взять неоткуда. Вырвали крупнорогатый скот и все. И дальше по земле удар придется. Не сегодня, а завтра придется. А послезавтра придется. И остановка. Вся остановка. Всего цикла остановка. Нерентабельным животноводство остается по нескольким причинам. Одна из них – высокая арендная плата за пастбище для крупного рогатого скота. Рассказывают о проблеме аграрии. Жалуются сельхозтоваропроизводители, что самое интересное, жалуются и департаменты имущественных отношений в этом плане. Что очень сильно, производители жалуются, что очень сильно увеличена кадастровая стоимость земельных участков и с размерным увеличением кадастровой стоимости увеличена арендная плата. Вот у меня есть некоторые данные. Обширонский район – 670%. А это категория земли какой? Это категория земли сельхозназначения и департаменты… Но там пастбище? Да, это фактически пастбище. Почему пастбище? Мы же говорим преференции. Беспрецедентные, масштабные создать преференции для тех, кто занимается сегодня животноводством, особенно крупным рогатым скотом. Беспрецедентные преференции, в том числе по всем направлениям. Однако никаких послаблений не может быть, если сельхозземля или ферма на ней используются не по назначению. В этом случае глава региона предлагает поднять налоговую ставку, то есть заброшенную ферму придется заплатить больше. Это должно подтолкнуть к тому, что пустующие земли займут те, кто действительно хочет заниматься сельским хозяйством. Мы смотрим тоже как и безумное, вот здесь сегодня горе-собственников. По большому счету, да, они сами не хотят заниматься этим животноводством. Подготовьте поручения главам муниципальных образований. Надо поднять коэффициент с 0,5 до 1,5 процентов по налогу на землю, сельхозназначение. Давайте более пристальнее, что ли, регулировать эти вопросы к тем, кто нерадиво распоряжается, пусть не землей, но, по крайней мере, бывшими фермами. Сегодня на законодательном уровне, вместе с законодательным собранием, мы изменили норму налога на землю и подняли ее в 5 раз. Там, где не используются. Сегодня муниципальным контролем это отражается, и сведения подаются налогу, и ставка с 0,3 переходит до 1,5 процентов. Конечно же, это в 5 раз, мне кажется, недостаточно по некоторым фермерам. Надо вводить как минимум в 10 или в 15 раз, для того, чтобы они максимально хотели избавиться от нее или вовлечь ее в оборот. Над этим мы работаем. Аграрными достижениями регион славится по всей стране и за ее пределами. А кубанские сельхозпродукты сегодня уже действительно стали брендом, который, кстати, скоро будут наносить на упаковки всех продовольственных товаров, сделанных в Краснодарском крае. И главная задача, которую ставит губернатор перед аграриями, продолжать держать марку лучших. С 1 сентября во всех школах Кубани появятся казачьи классы. Такое решение принял губернатор края Вениамин Кондратьев. Об этом он сегодня сообщил на заседании Совета атаманов Кубанского казачьего войска. Оно прошло в Краснодаре. В зале более 500 человек. Это атаманы, старейшины, заместители глав районов, которые курируют вопросы казачества. Как отметил глава региона, казаки всегда уважали традиции своих отцов и дедов и передавали их из поколения в поколение. Сегодня этому надо учить и детей, причем с малого возраста. Будущее – это вопрос казачьего образования. Сегодня это тоже принципиально важно, потому что казачат надо воспитывать на самом деле не акциями, то, что по себе не парадами, а системно. Они должны расти, они должны как минимум в 7 лет понимать, что они казаки и образование должно быть казачь. Мое принято решение ввести во всех школах края казачьи классы. Это принципиально. Я надеюсь, что мое поручение никто здесь не будет обсуждать, а во всех школах нашего края появится казачий класс. Губернатор также подчеркнул, что необходимо уделить особое внимание социальным объектам. Школы, детские сады, больницы должны быть под охраной казаков. Сейчас в крае уже более 300 объектов, которые находятся под казачьим контролем. Участники международного конкурса «Чистое небо» проводят тренировки на тренажерах для стрельбы из переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла». В Краснодарском крае проходит армейский международный конкурс. Военнослужащие семи стран-участниц тренируются на базе полигона Ейски, учебного центра противовоздушной обороны. Сюда прибыли команды от вооруженных сил Китайской народной республики, Венесуэла, Египта, Беларуси, Казахстана, Сербии и, конечно, Российской Федерации. Цель стрельб – обнаружение и сопровождение мишени, а также пуск учебных ракет. Военные водители стран-участниц на боевой технике совершенствуют свои навыки в преодолении различных трасс, таких как Брод, Косогор, Восьмерка. Учебная трасса протяженностью около 10 километров расположена на морском побережье. Сегодня прошла завершающая тренировка с выполнением боевых стрельб. Первый этап международного конкурса «Чистое небо». Спринтерская гонка подразделений ПЗРК на боевой технике стартует 4 августа. ГИБДД запретила ручные радары в нескольких регионах России, в том числе и в Краснодарском крае. На Кубани распоряжением местного руководства под запретом оказались все радары, с которых можно вручную стереть данные, сообщает РБК. За использование таких аппаратов инспекторам пригрозили дисциплинарным взысканием, вплоть до увольнения. В ГИБДД при этом ссылаются на приказ министра внутренних дел Владимира Колокольцева о мерах по профилактике и пресечению коррупционных преступлений среди личного состава подразделений госавтоинспекции. В нем глава ведомства позволил региональным управлениям самостоятельно решить судьбу ручных радаров, а те ответили полным их запретом. Эксперты по-разному отнеслись к возможному полному запрету ручных радаров. Некоторые считают, что это надо было вводить раньше, поскольку погрешности у аппаратов колоссальные. Другие возражают, что не у всех регионов есть деньги на дорогие автоматические комплексы, центры обработки данных и рассылку уведомлений о штрафе. Автобус с россиянами попал в ДТП в Абхазии. На горной дороге столкнулись с легковушкой. Туристический автобус есть жертвы. Авария произошла в Гагрском районе в 7 километрах от российско-абхазской границы, сообщает МЧС Республики. При столкновении микроавтобуса «Мерседес», в котором и находились экскурсанты с автомобилем Nissan Skyline, пострадал 21 человек. Пятеро из них – дети, 18 – граждан России. Один турист скончался в больнице. Им оказался 62-летний житель Омска Виктор Гуськов. Один ребенок из Ростовской области в тяжелом состоянии с ушибом легкого. Министр здравоохранения Абхазии сообщил информагентствам, что состояние остальных россиян удовлетворительное. Пять человек были отпущены после оказания медицинской помощи. Еще 13 человек находятся в больнице Гагры с травмами и переломами. К другим новостям. Более 5000 нарушений правил дорожного движения. Таковы итоги завершившейся в Сочи профилактической операции «Пешеходный переход». Ее сочинские полицейские проводили в рамках комплексной операции «Курорт-2016». В ходе рейдовых мероприятий инспекторы ДПС выявили более 250 водителей, которые не уступили дорогу пешеходу. На нарушителей были составлены административные материалы. Санкции статьи предусматривают штраф в размере 1500 рублей. Всего же за время проведения оперативно-профилактической акции «Пешеходный переход» полицейские выявили более 5000 нарушений правил дорожного движения. На территории города Сочи завершилась профилактическая операция «Пешеходный переход», которая была направлена в первую очередь на сохранение жизни и здоровья граждан, а также на снижение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Добавлю, что основными причинами ДТП с участием пешеходов являются невыполнение требования уступить дорогу пешеходам, переход проезжей части в неустановленном месте, а также неожиданный выход пешеходов на проезжую часть из-за припаркованных машин, зеленых насаждений и других препятствий. Более 140 детей, отдыхающих в сочинском детском санатории «Городный воздух», стали участниками патриотической акции. Ее провели ко дню воздушно-десантных войск. Организовали общественный совет при сочинском УВД, байкерский клуб «Ночные волки» и военнослужащие сочинского гарнизона российской армии. Акция началась с минуты молчания. Присутствующие почтили память погибших в войнах и локальных конфликтах. В ходе мероприятия бывшие военнослужащие рассказывали о службе. Также была организована выставка мототехники. Кроме того, дети смогли оценить вкус содержимого сухпайков, которые дают солдатам российской армии. Все мероприятия сопровождались живой музыкой военных лет. Дети тоже приняли участие в концерте. Они показали театрализованное представление, специально подготовленное ко дню ВДВ, и вручили героям праздника, бывшим военнослужащим ВДВ, подарки, сделанные своими руками. Вместо новоселья – груда строительного мусора. Сегодня техника работала на Виноградной 174. Решение суда о сносе самовольного строения было вынесено еще в октябре прошлого года. Почему так долго не приступали к разбору строения, знает Елена Овсецина. Это очередная самоволка. Земельный участок в собственности. У застройщика разрешение только на строительство частного трехэтажного дома. По факту уже девять этажей. По нашей информации, да, это жилой дом многоквартирный, недобросовестный застройщик. Большинство квартир или все уже продал. Поэтому, если меня сейчас увидят жители нашего города, или гости, которые купили квартиру в этом доме, мы просим их обращаться в правоохранительные органы. На незаконное строительство администрация города подала иск в суд. Вердикт однозначный – снести. И дата – октябрь 2015 года. Прошло более девяти месяцев, но застройщик разбору дополнительных этажей не приступил. Была возложена обязанность на должника по сносу данного незаконного строения. Должник, естественно, не выполнил решение суда. В связи с чем в июле 2016 года был изменен порядок и способ исполнения решения суда, где суд обязал привлечь стороннюю организацию для сноса строения. Рабочие приступили к сносу полностью всего дома. Со стороны застройщика препятствий нет, говорят судебные приставы. Их задача – контролировать, чтобы ничто не помешало процессу разбора многоэтажного сооружения. Аналогичные работы администрации города сейчас проводятся и в Амеретинке. Там сносят шестиэтажный дом. Таких зданий в городе около двухсот, которые ждут своей очередности на снос. Ранее у застройщиков была возможность узаконить строение через суд. Сейчас это стало невозможным. Изменения в 222 статью гражданского кодекса были внесены еще год назад. Их суть – возведенное строение должно полностью соответствовать изначально заявленным параметрам и действующим правилам землепользования и застройки. В связи с этим борьба с мавоками стала идти в городе интенсивнее. Проверяются градостроительные и строительные нормы при возведении самостроя. По идее, объект должен еще и отвечать санитарным, экологическим и другим нормам законодательства. Всем этим в Сочи занимается правовое управление администрации города. Сегодня в судах решается судьба еще 150 самовольно возведенных зданий. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Наплыв пациентов в сочинских больницах медики связывают с тем, что население города в этом курортном сезоне увеличилось сразу в несколько раз. Большая часть болеющих – туристы, и взрослые, и юные. Как с такой нагрузкой? Справляются врачи Адлерской больницы номер 4. Там, кстати, для отдыхающих даже открыли специальный медкабинет. Накануне проверил глава Сочи. 150 обращений ежесуточно. Пациентов много, в том числе и в инфекционном отделении. Врачи не отрицают, что все палаты здесь заняты. Кому-то лечиться приходится даже на кушетке в коридоре. Но такая ситуация здесь повторяется из года в год. Просто туристы на курорте отмечают медики, не считают нужным соблюдать правила простой гигиены. Много пациентов попадает и в травматологию, причем ночью и в состояние алкогольного опьянения. Нагрузка на весь медицинский персонал здесь сейчас колоссальная. Но медики, как больницы, так и детской поликлиники, к которой прикреплено 32 тысячи детей, справляются и медицинскую помощь оказывают каждому нуждающемуся. Конечно, мы испытываем серьезную нагрузку и на регистратуру. Но мы надеемся, в этом году строится, точнее, ремонтируется капитально помещение на Кирпичной уже выделено 18 миллионов рублей. На контроле этот вопрос находится у губернатора. Мы отремонтируем порядка 700 квадратных метров. Это будет новое помещение для детской поликлиники и микрорайон, к которому относятся Чайсовхоз, Голубые дали, Чкаловский, будут обслуживаться там. И, конечно, мы тогда разгрузим нашу детскую поликлинику здесь. Во время обхода учреждения здравоохранения глава города в первую очередь интересуется тяжело больными пациентами, для спасения жизни которых здесь имеется современное оборудование. В помощь врачам и противошоковая палата и четыре полностью оборудованные операционные. А вот этого больного травматологи и хирурги без преувеличения собрали заново. У Ивана Машинина тяжелейшая травма – закрытый флотирующий перелом пяти ребер с повреждением легкого диафрагмы и печени. Мужчина упал с крыши дома. Две недели прошло, пусть какой-то ран, мы его забираемся выписывать. За две недели перелом не срастается. Но так как мы восстановили, это оказывается интерьер, его ничего не беспокоит. То есть собрали заново. Почему наши жители, которые попадают в наши больницы или поликлиники, выходят и говорят, они не доходят услугами здравоохранения? Нет, у наших докторов заново. Ко всему прочему, жаркий сезон в Адлерской больнице работает и отдельный кабинет для оказания неотложной помощи приезжим туристам. А вот с помощью сонной эластографии местные специалисты определяют наличие злокачественной опухоли у пациента без пункций. Такое возможно только в Первой краевой и Адлерской городской больницах. Мне тогда казалось, что то, что я видел в операционной Швейцарии, это космос. То, что я видел сегодня очередной раз в нашей четвертой краевой Адлерской больнице, это значительно лучше, значительно современнее, чем это было тогда в Швейцарии. Я понимаю, насколько мы шагнули вперед. И, конечно, я хочу сказать, что в городе Сочи здравоохранение с каждым днем улучшается, качество услуг улучшается, и мы должны быть только благодарны со все то, что происходит у нас в отрасли здравоохранения. Ну а после завершения пляжного сезона в Адлерской горбольнице планируют заняться новым видом медпомощи – трансплантацией суставов. Ездить в Краснодар ради такой операции сочинцам уже не придется. И все же недовольных городским здравоохранением 55% опрошенных, отметил мэр на встрече с медперсоналом больницы. Поэтому помимо золотых рук стоит сделать акцент и на золотое сердце, то есть быть более вежливыми и внимательными к пациентам. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Сочи приступили к выдаче открепительных удостоверений. Получить документ избиратели могут во всех территориальных избирательных комиссиях в течение 35 дней. Открепительное удостоверение необходимо получить тем избирателям, которые не смогут прибыть в свой избирательный участок для голосования в день проведения выборов. Документ выдается на основании письменного заявления с указанием причины невозможности своего присутствия 18 сентября в избирательном участке по месту жительства. До 6 сентября открепительные удостоверения можно получить в территориальных избиркомах. Их адреса, телефоны и время работы есть и на нашем сайте fkt.com. После, до 17 сентября, выдача открепительных удостоверений будет производиться в участковых избирательных комиссиях. Получив этот документ, избиратель сможет проголосовать в единый день выборов в любой точке страны. Повторно при вытере не выдается, все открепительные удостоверения номерные, по ним ведется строгий учет. Поэтому, получив открепительное удостоверение, избиратель должен понимать, что относиться к нему нужно исключительно бережно. И к другим новостям. Концертом в Сочи кубанский казачий хор открыл свой юбилейный гастрольный тур. Солисты самого известного творческого коллектива Краснодарского края выступили в концертном зале фестивальной. В этом году хору исполняется 205 лет. Хор ведет свою историю от певческого коллектива всекубанского казачьего войска. Первый состав исполнителей появился в 1811 году, то есть еще до войны с Наполеоном. В репертуаре хора и сегодня немало песен, которые исполняются с позапрошлого века. Мы с особым чувством ответственности относимся к приезду в Сочи. Для нас это испытание по одной простой причине, потому что приходят и сочинцы на наши концерты, которые знают нас, как говорится, все наши песни и поют вместе с нами. И вся Россия приходит в зал фестивальный на концерты кубанского казачьего хора. В юбилейной программе, которая называется «Большая казачья история», есть и премьеры. Это как старинные композиции, записанные в станицах и хуторах Краснодарского края, так и авторские произведения, созданные руководителем коллектива Виктором Захарченко. В Сочи кубанский казачий хор прибыл в полном составе. Это самый знаменитый коллектив Краснодарского края, это гордость России. И то, что кубанский казачий хор, свой тур и новую программу начинает в Сочи, это символично. Но я хочу сказать, что кубанский казачий хор себя считает еще и олимпийским хором. Мы принимали участие и в церемонии открытия олимпийских, и в церемонии закрытия. После гастролей в Сочи хор даст несколько концертов в Краснодаре, Сыктывкаре и Перми. Побывают во Франции и Австрии. В конце октября выступит в Москве, в Государственном Кремлевском дворце. Четыре дня джаза ждет сочинцев и гостей курорт, а в Сочи уже по традиции пройдет фестиваль Игоря Бутмана «Акваджаз». О том, что интерес к фестивалю за семь лет истории акваджаза по-прежнему высок, можно было судить уже по количеству журналистов на пресс-конференции. Действительно, фестиваль Игоря Бутмана любим сочинцами и гостями курорта, отметил мэр города Анатолий Пахомов. И подчеркнул, благодаря таким мероприятиям Сочи становится не только спортивной и курортной, но и культурной столицей страны. Мне кажется, что джаз – это какой-то гимн летнего пляжного курорта. Те событийные мероприятия, те культурные мероприятия, которые проходят в Сочи сегодня, они позволяют нам говорить о том, что мы все-таки близимся к тому, чтобы стать культурной столицей. Почему? Потому что аншлаги, которые сегодня проходят при, скажем, фестивале, Дениса Мацуева, Юрия Башмета, Игоря Бутмана, они говорят об этом. Через какое-то время Сочи станет сильной культурной столицей во всех отношениях. Во всех отношениях, потому что здесь все для этого есть. Здесь чудесные природы, чудесные люди, здесь много культур, много интересных событий. В рамках фестиваля в Сочи пройдет сразу несколько концертов. Стартует акваджаз 4 августа традиционным джазовым парадом участников от Мурпорта до площади Южного Мола, где пройдет церемония открытия. Там же с 4 по 6 августа лучшие российские джазовые исполнители будут давать бесплатные концерты. А 5 и 6 числа камерные выступления пройдут на сцене Зимнего театра. Там выступят звезды мировой джазовой сцены Соми, трубач Вадим Эйленкрик, а также свой юбилей отметит барабанщик Олег Бутман. 7 августа концерт с участием группы Ричарда Бона и Московского джазового оркестра состоится в фестивальном. Еще раз напомню, что концерты на площади у Южного Мола пройдут абсолютно бесплатно. Приглашаются все любители джаза. И на сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...